Добро пожаловать на нашу первую сессию Глобального саммита Диаспор. Наша сессия посвящена теме от данных к вовлеченности. В самом начале я хочу начать с сюрприза. Покажу вам приветственное видео Международной Организации по Миграции и правительства Ирландии. Поэтому попрошу немного подождать и внимательно посмотреть видео. Есть ли какие-то вопросы в чате? Давайте проверим. Я буду вашим модератором и дам вам всю важную информацию. Поэтому, пожалуйста, оставайтесь онлайн, выключите пока ваши камеры, потому что вначале мы покажем вам приветственное видео, а потом можно будет включить свои камеры и начать работу. Уважаемые коллеги, друзья, добро пожаловать на саммит. Я буду одним из сопредседателей вместе с правительством Ирландии. У этой страны есть долгие традиции взаимодействия с диаспорой. И в Ирландской диаспоре около 17 миллионов человек. Мы привыкли работать с диаспорой последовательно, вместе с ирландским правительством. И это отвечает видению Международной Организации по Миграции. Почему этот саммит настолько важен? Диаспора, представитель диаспоры и министр по развитию встречались последний раз в Женеве на Международном диалоге по миграции. И очень много прошло с того времени. Диаспора – это важнейший элемент для того, чтобы управлять Международной повесткой по миграции. И признается, что необходимо создавать условия для работы с диаспорой и таким образом добиваться изменений. Таким образом создавать доверительные и долгосрочные отношения. Необходимо взаимодействовать с диаспорой и оказывать поддержку при необходимости. Диаспора играет важнейшую роль, когда нужно услышать правдивый голос в работе с мигрантами, когда важно делиться информацией и обеспечить доступ к нужной информации. Важно также работать с диаспорой, чтобы информировать мигрантов об опасности их пути, о том, что их может ждать. Это очень важно не только для того, чтобы спасти их жизнь. Это важно для всех нас, поскольку мы все несем ответственности. Во время пандемии COVID-19 диаспоры также показали свою важнейшую роль, поскольку именно благодаря мигрантам появились столь необходимые врачи, медсестры, социальные работники диаспоры играют важнейшую роль в текущем кризисе в Украине, обеспечивают техническую поддержку и не только. Например, наша горячая линия по психологической поддержке это стало возможным реализовать благодаря диаспоре и благодаря украинским психологам. также диаспоры третьих стран в Украине, те, кто не смог выехать из страны, также играют свою роль. Виртуальные сети диаспор – это единственный способ для того, чтобы взаимодействовать с этими мигрантами, давать им информацию на их языке. Поэтому давайте поработаем все вместе, поделимся опытом и постараемся наметить конкретные пути взаимодействия с диаспорами для того, чтобы подумать о том, как выстроить устойчивое будущее. Я надеюсь, что итоговый документ отразит суть нашей дискуссии и отразит наше стремление к первому международному форуму по обзору миграции, до которого осталось всего лишь несколько недель. У нас уникальная возможность для того, чтобы голос мигрантов был услышан. И я желаю всем нам успешного саммита. Я надеюсь, что это лишь первый саммит на эту тему. Большое спасибо. Добрый день. Добро пожаловать в Дублин, Ирландия. Гордиться возможностью провести этот глобальный саммит диаспор. Это очень важный саммит. Он происходит на фоне трагических конфликтов и растущих экологических угроз, в первую очередь изменений климата. Глобальные диаспоры – это важнейший элемент для поддержки, о котором часто забывают. Благодаря диаспоре страны могут стать сильнее, более устойчивыми, поскольку диаспоры – это те сообщества, которые стремятся улучшить ситуацию в тех странах, откуда они уехали, и в тех местах, куда они приехали. Их история, опыт объединяет страны, объединяет людей и поколения. Сегодня, на примере Украины, мы видим, что диаспора предоставляет гуманитарную поддержку тем, кто был вынужден покинуть свои дома. Я уверен, что этот саммит позволит нам сделать еще один шаг на пути к безопасному миру. Желаю вам успешной работы. Большое спасибо. Дорогие коллеги, уважаемые участники, на первой сессии нашего глобального саммита, Дорогие друзья, все, кто сегодня здесь с нами, на этом уникальном историческом мероприятии, которое объединяет всех. И представители диаспор живут везде, но им не все равно, что происходит в тех городах, деревнях, странах, откуда они. И сегодня у нас есть возможность поговорить об этом. Наш саммит официально открывается. Открывается нашей первой сессией, сессией, которая посвящена данным. Меня зовут Марина Манка, и я буду модератором этой сессии вместе с рядом очень уважаемых коллег, партнеров из разных регионов мира, которые будут готовы поделиться своим опытом взаимодействия с диаспорами, поддержки, мобильности на благо всем. И расскажут о том, как все вместе мы можем повысить эффективность нашей работы. Потому что сегодня мы будем говорить об очень технических вопросах, о данных. И это очень важно для того, чтобы наш подход оказался успешным. Поэтому вначале я хочу сказать несколько слов о том, как наша работа будет строиться. Мы должны закончить вовремя, в 10.40 по ирландскому времени. Очень много интересных дискуссий, диалогов ждут нас. Поэтому давайте будем придерживаться регламента, говорить друг с другом дипломатично, стараться услышать друг друга, для того, чтобы наиболее эффективным образом использовать время. У нас рабочий язык английский, но вы можете слушать этот саммит на всех шести официальных языках ООН. Для этого выберите, пожалуйста, нужный канал. И прошу всех не выступать очень быстро, говорить четко, чтобы переводчики успевали вас переводить и помогали нам общаться на разных языках. И, конечно, нам важно работать в интерактивном режиме. Пожалуйста, давайте придерживаться правила одного микрофона, чтобы только один микрофон был включен в каждый момент времени, чтобы мы лучше слышали друг друга и не было посторонних шумов. И, конечно, мы дадим каждому возможность включить микрофон. Мы работаем в интерактивном режиме. У нас есть выступающие, но в то же время нам очень интересно узнать, что вы думаете, уважаемые участники. Пожалуйста, вы можете поделиться тем, что вас интересует. Пишите в чат. Я вижу, что вы уже пишите в чат. Пишите вопросы в чат. Мы обязательно будем их читать. И я постараюсь, чтобы ни один из этих вопросов не остался без ответа. Ну или, по крайней мере, чтобы позже мы могли с вами связаться. Помимо чата у вас есть возможность выступить и задать вопрос голосом. Для этого, пожалуйста, поднимите руку в зуме. Я думаю, что все умеют это делать. Кнопка reactions, реакции. И можно поднять руку. Итак, давайте не будем больше тратить время на технические вопросы и перейдем к нашей сессии. Я очень рада выступить модератором сессии по сетям диаспор «От данных до вовлеченности». Называется наша сессия. Вначале я сказала, что данные – это то, что всегда меня очень интересовало. Я начала работать в 2004 году в Международной организации по миграции именно с данных. И действительно, я всегда старалась помнить о важности данных. Сегодня мы стараемся использовать эти данные наиболее эффективно в контексте взаимодействия с диаспорами. Очень много существовало инициатив для того, чтобы лучше понять, что такое диаспоры, какие их основные характеристики, из кого они состоят. Но мы должны помнить о тех изменениях, которые переживает наше общество. Цифровизация, появление данных новых типов, данные в интернете, в социальных СМИ. И сегодня на сессии мы поговорим в том числе о том, как получать данные из нетрадиционных источников. Но речь не только о статистических методиках. Наши презентации касаются не только методик. Хотя, конечно, о методиках мы тоже будем говорить. Очень много будет сказано, в том числе и о том, зачем все это делать. Потому что собрать данные – это одно. Но важно данные использовать, пользоваться информацией для того, чтобы поддержать нас в нашей повседневной работе, для того, чтобы лучше взаимодействовать с международным сообществом. Итак, дорогие участники, давайте вкратце я вам расскажу о том, что нас ждет. Сегодня этот семинар проводят вместе со мной правительство Черногории и Армении. И представители правительства этих стран с нами. Они выступят как соорганизаторы. После этого нас ждет выступление коллеги, которые давно уже работают с нами. Это очень особая сессия, поскольку мы запускаем инструмент международной организацией по миграции для работы с диаспорами. Результат нашей многолетней работы. И вот наш выступающий расскажет об этом. После этого мы перейдем к организации, которая представляет диаспоры. Я обязательно их представлю. И в конце у нас будет интерактивное... К сожалению, много постороннего шума. Переводчики не слышат. Итак, давайте не будем терять время и дадим слово уважаемым участникам, которые присоединились к нам. И вначале хочу дать слово коллеге из Черногории. Милица Радожитич, советник в администрации по работе с диаспорами в Черногории. Милица, замечательно, что вы здесь с нами. Пожалуйста, расскажите нам о том, чем вы занимаетесь. Очень замечательно, что правительство Черногории и вы лично делаете так много для поддержки диаспор. Я знаю, что... У вас большой опыт, и я сама участвовала в ряде инициатив по работе с Черногорскими диаспорами. И я знаю, что ваш опыт здесь тоже чрезвычайно ценен. Пожалуйста, слово вам. Расскажите, каким вы видите... В чем вы видите важность работы вашего правительства и почему этот саммит так важен для вас и для всех в Черногории. Спасибо, спасибо, Марина, за эти замечательные вступители и комментарии. Уважаемые участники, прежде всего от имени администрации Черногории по диаспорам хочу вас поприветствовать. Все страны, в том числе Черногория, по-своему строят работу с диаспорами. Эти отношения строятся на эмоциях, но в том числе над размышлениями о том, как сохранить особенности диаспоры и объединить человеческий, экономический потенциал использовать его оптимальным образом. Диаспоры не требуют многого, но одновременно с этим они очень многого ожидают. Представители диаспор любят свою родину, и нельзя требовать от них невозможного, особенно в первом поколении. И очень часто первые поколения теряются, если нет каких-то отдельных проектов для того, чтобы выстроить их отношения со страной происхождения. Необходимо взаимодействовать с диаспорами, и Черногория считает, что это один из важнейших приоритетов страны. Черногория взяла на себя обязательство начать взаимодействовать с диаспорами, подготовила отдельный закон, закон о регулировании отношений с диаспорами, в соответствии с высочайшими стандартами и передовой практикой других стран. Это первый закон в этом направлении. Он был принят в 2015 году. И использовали опыт тех стран, которые сталкиваются с высоким уровнем миграции. Миграция в Черногории также довольно сложный феномен. Мы всегда считали, что нам нужны достоверные данные по диаспорам. Черногорская диаспора разбросана по всему миру. Она очень гетерогенна. И поэтому довольно сложно получать точную достоверную информацию. И для того, чтобы реагировать на эти сложные вопросы, администрация Черногории по работе с диаспорами, стремится использовать все возможные инструменты. Мы поддерживаем отношения с диаспорой для того, чтобы понимать ее структуру, количественный, качественный состав, в каких странах она находится и всю остальную специфику. Благодаря этой работе мы ведем реестр наших иммигрантов для того, чтобы лучше понимать всю сложность Черногорской диаспоры. Эти данные очень важны для того, чтобы планировать отношения представителей диаспоры и со страной происхождения. Очень важно, чтобы можно было использовать разные возможности и ресурсы страны происхождения. Все это становится возможным благодаря сотрудничеству между администрацией диаспоры. Например, в Северном Македонии у нас есть такой опыт для того, чтобы создать современную базу данных, мы создали специальную программу для регистрации организаций диаспоры. Это было сделано несколько лет назад. Мы также начали создание отдельных баз данных по разным категориям представителей диаспоры, спортсмены, бизнесмены и так далее, чтобы получить дополнительную информацию по данным группам и облегчить взаимодействие с ними. Эти базы данных постоянно обновляются, и доступ к ним может получить только администрация диаспора. Это важно для того, чтобы обмениваться мыслями, идеями. Эти базы данных, информация в них вносится координаторами, институтами на основании той информации, которая есть у наших дипломатических кругов, и на основании той информации, которую могут получить отдельные участники диаспоры. В частности, хотела бы поговорить о том, какие есть возможности взаимодействия с диаспорами. Благодаря нашим проектам мы создаем тематические клубы по разным социальным направлениям, которые позволяют выстроить отношения с различными представителями диаспоры. И до сих пор мы создали бизнес-клуб, научный клуб. Это важно для того, чтобы можно было использовать неисчерпаемый потенциал нашего общества, которое существует. С учетом размера черногорской диаспоры и нам очень важно наладить отношения с диаспорой. И необходимо учитывать размер диаспоры, ее структуры. Сейчас мы работаем на создание мобильных платформ для взаимодействия. И сейчас мы хотим наладить взаимодействие с различными институтами. И, конечно, нам важно привлекать диаспору к разным проектам. необходимо создавать постоянные представительства диаспоры, для того, чтобы они были связаны с своими странами. Это необходимо для того, чтобы наладить конструктивное взаимодействие на благо всего общества и диаспоры. благодаря этой системе мы стремимся сохранить языки, культуры и традиции. И, в заключить, могу сказать, что ключ к успешному сотрудничеству и интеграции диаспоры к развитию отражает стремление государства лучше выстроить отношения со своими соотечественниками. И мы стремимся, к сожалению, очень плохой звук выступающей. Черногория определила свою стратегию. это государственный проект по взаимодействию с диаспорой. Наша программа совершенно очень плохой звук у представителей Черногории. Мы создаем новые инструменты для взаимодействия с диаспорой и со всеми заинтересованными организациями для того, чтобы обмениваться информацией с партнерами по всему миру. И к сожалению, очень плохой звук, много помех. Прошу прощения. О, спасибо. Я закончила. Большое спасибо. Извините, Марина, это я закончила. Хорошо. Да, немножко там кто-то говорил на фоне вашем, поэтому мы не поняли. Мы не поняли. Итак, пожалуйста, все, кто присутствует, отключайте микрофоны, когда кто-либо выступает, иначе нам трудно слушать. Итак, Марина, было очень интересно вас выслушивать. Самый главный вывод, который я делаю, как человек, который пытается действительно способствовать вовлеченности диаспоры. Следующий. Вы говорили неудовлетворенные ожидания. Тут очень сложно работать с этим. Мы должны постоянно к этому посылу возвращаться на протяжении всего саммита, потому что для нас очень важно понимать, когда мы начинаем вовлекать диаспору, как вы сказали, это не всегда структурированные организации, это личности, индивидуальные люди. У них своя роль, свои семьи, свои ассоциации, свои связи в других местах. Если мы собираемся их вовлекать в нашу работу, они хотят вовлекаться, но они хотят видеть какую-то преемственность, последовательность в этих действиях, в этих шагах. Поэтому мы должны создавать ожидания, которые в конце концов выполняются. Поэтому вы совершенно правы. Это еще раз важно было понимать. Потом ваши инициативы, базы данных, конкретные профессии, конкретные интересы, данные, по которым вы собираете. То есть очень конкретная целевая работа с диаспорами, а также технологии, приложения, которые вы используете. Действительно очень богатый плодотворный опыт. Большое спасибо за ваше выступление. Действительно очень интересно было послушать вас. А теперь хочу перейти к следующему правительству и представителю Николасу Твитяну. Он отвечает за работу с диаспорой, за вопросы диаспоры в правительстве. Я услышала. Итак, пожалуйста. Итак, Николас или Николас. Он верховному комиссару по делам диаспоры является советником, ассистентом, помощником и проводит исследования в области диаспоры. многие из нас также имеют богатый опыт работы с диаспорой. И до лета 2020 года Николас работал в Брюсселе, в европейском отделе. Это одна из главных областей, где армянская диаспора работает с различными институтами международными. А теперь он является советником правительства. он работает уже давно по вопросам гражданского общества, имеет богатый опыт разработки стратегий, образовал и руководил целым рядом европейских организаций. Так что у вас очень богатый опыт, Николас, поэтому вы также можете рассказать о том, чем занимается правительство Армении в этой области. У вас достаточно богатый опыт работы с диаспорой, поэтому, пожалуйста, слово вам. Очень внимательно будем слушать вас. Большое спасибо. Итак, мы действительно благодарны правительству Ирландии за эту инициативу и с удовольствием буду выслушивать все, что здесь говорится, учиться на уроках в других странах. И нам действительно очень многого необходимо многому научиться друг у друга. Итак, прежде чем я перейду к этой теме, хочу объяснить вам, где находится Армения, потому что вы здесь не бывали, и расскажу о офисе Верховного комиссара по работе с диаспорой, скажу несколько слов о нашем опыте работы с данными и коммуникациями, расскажу о том, какие вызовы и проблемы у нас стоят, перед нами стоят, Армения, небольшая горная страна, на Кавказе в Кос, и население 3 миллиона человек, но количество армян в диаспоре гораздо больше, в 2-3 раза больше, чем само население Армении, приблизительно от 7 до 10 миллионов человек. на самом деле распределение диаспоры на всех континентах, милиция говорила о диаспоре Монтенегро, армяне проживают в России, на постсоветском, на Ближнем Востоке, в Иране, в Европе, в Африке, в Латинской Америке, в Америке Северной, то есть надо сказать, что наша работа и диаспора армянская образовалась задолго до получения независимости Армении. А потом, когда Армения стала частью Советского Союза, армянская диаспора была уже очень многочисленной, но у нее было мало связей с Советской Республикой Армении. Эти контакты были возобновлены, когда Армения стала независимым государством в 1991 году. Вот эти характеристики очень важны, нужно о них помнить, когда мы говорим о подходе Армении к взаимодействию с диаспорой. В начале независимости республики многие организации диаспоры действительно помогали Армении, но не было никакой структурированной повестки. Люди просто помогали. Но со временем надо также упомянуть тот факт, что из-за трудностей, которые испытывала республика с 1991 года, многие люди эмигрировали из Армении, но со временем их вовлеченность становилось все больше и больше. Например, аэропорт управляется армянским предпринимателем из Аргентины. Это хороший, например, наше виноделие также развивается в основном это дело рук диаспоры, армянской диаспоры в Аргентине, Швеции, Швейцарии и в других странах. И наше ИКТ, высокие технологии, это тоже создание дела рук диаспоры армянской, проживающей в других странах. Несмотря на все успехи, достигнутые, мы страна со средним уровнем дохода и пока еще не полностью заручились всем полным потенциалом диаспоры. Поэтому именно наш офис ставит перед собой задачу как можно больше вовлечь диаспору во внутреннюю жизнь Армении, привлекать различных профессионалов, работать в различных министерствах Армении из Ливана, Сирии, Украины. Теперь полмиллиона проживает в Украине, кстати, армян. У нас также стартапы, которые организуются армянскими предпринимателями, проживающими за рубежом, представителями диаспоры. Важные данные очень являются ключевым аспектом создания хороших связей с диаспорой, но они помогают нам достигать нашей стратегии, наших целей. Когда мы говорим о стратегии, я не буду очень подробно рассказывать о нашей стратегии, это слишком долго займет, но достаточно сказать, что среди прочего максимизация репатриации в Армении является одной из главных целей, а также вклады диаспоры в Армению в виде бизнеса, инвестиций, а также социальных и других проектов. Когда мы разрабатываем каналы под этими шапками или заголовками, мы сначала должны опираться на важные данные, а это не так легко, как кажется. Мы знаем, что каждый год 10 тысяч человек армянского происхождения запрашивают гражданство Армении и его получают, но мы не знаем, сколько возвращенцев уже имеется армянское гражданство. Этих данных у нас нет. Переводы, с другой стороны, достаточно хорошо известны, приблизительно 2 миллиарда, количество этих денег постоянно увеличивается, это 5% нашего ВВП армянского, но количество внутренних инвестиций или благотворительных проектов, с другой стороны, не так хорошо известно с точки зрения количественной и пока еще не было переведено в цифру. И, наконец, нам необходимо проектировать или создавать неэкономические вклады в социальный человеческий капитал. Мы знаем, что диаспора играет огромную роль и действительно вносит огромный вклад в социальный капитал Армении, в культурный капитал Армении, но, опять же, у нас нет цифр хороших. Вот такие индикаторы очень важны для того, чтобы оценить вклад диаспоры во всех областях, во всех секторах и для того, чтобы еще раз укрепить или акселировать какие-то политики. Надеюсь, что это понятно. И это, конечно же, сейчас находится в стадии разработки. когда мы говорим о потенциале диаспоры, важно сказать следующее. Мы измеряем вклад диаспоры, но важно измерять и потенциал, сколько еще можно задействовать такого потенциала, что можно мобилизовать. С этой точки зрения проводится много исследований армянской диаспоры, но количественных исследований очень мало. очень трудно собирать эти данные, потому что диаспора разбросана по всему миру. МОМ, надо сказать, что было исследование проведено МОМ, которое показало, как можно извлекать информацию о людях армянского происхождения, проживающих за рубежом из больших наборов данных, для того, чтобы определить не только географическую концентрацию армянской диаспоры, но и те организации или тех профессионалов или экспертов, которые сосредоточены в определенных географических районах. И это помогает нам в наших усилиях по вовлечению диаспоры в нашу работу. На другом уровне мы также предприняли еще одну важную инициативу нашего Верховного комиссара определить индивидуальных профессионалов армян, которые могут вносить свой вклад в развитие страны. Эта работа сейчас проходит, проводится, но, конечно же, когда мы говорим о конкретных людях, трудность заключается в том, как овладеть этой информацией, а потом как связаться с этими людьми, наладить с ними контакт и вовлечь их в нашу работу. Вначале наш офис при министерстве работал с организациями или с конкретными людьми, которые уже имели связи. Действительно, вот эти диаспоры, организации диаспоры очень важны в качестве такого мостика, который может нас связывать с конкретными людьми, находящимися в той же стране. Мы знаем достаточно много по этой теме, но у нас всегда есть вызов обновления информации. Еще одна проблема – это качество информации. Насколько можно быть уверенными, что мы ведем разговор с правильными людьми, с нужными людьми, с конкретными людьми, которые могут и готовы помогать. То есть, если мы суммируем наш опыт работы с диаспорой, надо сказать, что он богатый, но мы также хотим делиться своим опытом с другими и слушать, выслушивать других коллег по этой теме. Если у меня еще есть одна минута, хочу последнее замечание сделать в заключении. Хочу подчеркнуть, что диаспора – это достаточно сложная информация, и очень трудно простой статистикой отразить, что такое диаспора. Поэтому количественные данные должны всегда подкрепляться качественными данными для того, чтобы понять, как использовать эти данные и как активно и эффективно использовать имеющиеся факты и данные. Большое спасибо, Николас, и за то, что вы рассказали о вашем опыте сбора информации и данных. Действительно, для нас это новация той работы, которую мы проводим вместе, когда мы думаем о том, каким образом можно определить, где существуют хабы или центры, где концентрируется диаспора с каким-то конкретным контекстом. Например, научная диаспора, где они проживают, для того, чтобы улучшить качество и эффективность вовлеченности диаспоры и подходов к этой вовлеченности. Мне также понравилось, как вы сделали презентацию вашей страны. Замечательная страна, очень красивая, я ее посетила. Действительно, где бы вы ни побывали, вы чувствуете на себе влияние диаспоры, их вовлеченности. Вы говорили об аэропорте, вы говорили о дорогах, о строительстве. Во всех этих проектах видна вовлеченность диаспоры и очень важно, что происходит инициатива со стороны правительства для того, чтобы облегчать такую вовлеченность, создавать более благоприятные условия, разрабатывать политику, которая будет способствовать вовлеченности диаспоры, создавать необходимые механизмы обмена информацией. То есть, замечательный опыт, о котором вы рассказали. Большое спасибо, что вы с нами поделились этим опытом. А теперь какие-то вопросы, которые вы сами подняли с точки зрения качества данных. Вы говорили о акценте на индикаторах. Когда мы говорим о данных, мы должны понимать, что конкретно мы хотим измерить и какие уроки из этого излечь. Это действительно очень важный вопрос. И надеюсь, что наш следующий выступающий, ключевой выступающий Микела Ваноре, даст нам ответы на все вопросы, поставленные Николасом. Конечно же, я шучу, это очень сложная тема, но Микела, мы с ней знакомы достаточно давно, и я полностью опираюсь на ее опыт и мнение, когда она говорит о диаспоре. Она работала с университетом Мастрихта, который занимается конкретными исследованиями в области диаспоры и работает с разными организациями. Микела, теперь передаем слово вам, пожалуйста. Убедите нас в том, что это действительно потрясающая тема, которой очень интересно и увлекательно заниматься. Почему так важно собирать данные по диаспоре? Расскажите нам. Большое спасибо, Марина, большое спасибо за представление и большое спасибо за возможность сегодня перед вами выступить. Надо сказать, что когда меня попросили рассказать о творческом подходе по сбору данных о диаспоре, мне показалось, что это действительно страшно. как это вообще со стороны профессионала и ученого это сделать? Хочу сейчас поделиться своим экраном с вами, пошарить свой экран. Надеюсь, что мою презентацию сейчас выведут на экран. Как сказала Марина, я действительно являюсь исследователем, нахожусь в университете ООН. Это часть системы ООН. И надо сказать, что достаточно давно имела возможность работать с лицами, принимающими решения с правительствами по двум вопросам. По разработке политики по вовлеченности диаспоры и по переводу доказательств, фактов, данных научных в конкретную политику. Данные – это моя страсть. Другое – я люблю садоводство. И я теперь поняла, что сегодня я могу говорить о своих любимых вещах. Итак, как любой садовод, я не знаю, насколько нужно, насколько нужно вмешиваться в природу. И я не знаю, что делать. я говорю сейчас о цветах, которые, подснежники, которые появляются весной. Может быть, идет речь о нарциссах, когда мы говорим, когда мы какие-то новые растения… А, нет, нет, речь идет об одуванчике, извините. А одуванчик может быть символом диаспоры. Посмотрите на моем экране. Это образ одуванчика или семян одуванчика. Когда мы говорим о диаспорах, мы видим очень часто это символ диаспоры. Это семечко одуванчика, которое ветром переносится по всему миру и пускает корни. Мне кажется, очень ценно говорить об одуванчике в качестве символа диаспоры. Почему? Потому что это может нас многому научить. как лиц, принимающих решения, как советников лиц, принимающих решения, как людей, которые готовят необходимые документы. Всегда думать об этой метафоре. Когда мы говорим о садоводах, садовниках, они должны решать, как делать ту землю, на которой они работают, которую они обрабатывают, плодотворной, как ее поддерживать, как поддерживать хороший уровень почвы и так далее. Данные это очень важная часть такой стратегии. Вам нужны важные фундаментальные факты о том, что хорошо растет где, в каких условиях климатических хорошо произрастают те или иные растения и так далее. Наша цель в качестве садовников, садовников, которые воспитывают или вовлекают диаспору, похожая. Нам нужны данные, чтобы понять, из кого состоит наша диаспора, каким опытом она обладает, какие источники идентичности у них имеются, что их мотивирует, что ограничивает их возможности, какие ресурсы или какими ресурсами они обладают для того, чтобы помогать развиваться в своей стране, в стране происхождения и стране, в которой они нашли новую родину. Как растения некоторые диаспоры могут процветать даже в самых сложных условиях. И мы, как садовники диаспоры, должны понять, в какой момент лучше вмешаться для того, чтобы культивация необходимых условий для диаспоры была наиболее эффективной. Иногда наша роль не предоставлять прямые интервенции, а создавать благоприятный климат или благоприятные возможности. И что от нас требуется? Понять природу нашей диаспоры, из кого она состоит, какие факторы ими движут, какие условия им нужны для того, чтобы процветать и расти. Я как ученый также обладаю преимуществом. Я могу немножко настраивать какие-то вещи, вносить какие-то возможные факторы извне. Итак, мы сейчас переходим от данных к устойчивому вовлечению диаспоры. А теперь хочу поменять эти две вещи местами и сказать, что очень полезно думать о данных в качестве средства, которые помогают нам устойчиво вовлекать диаспору. То есть создавать структурированные частые возможности для того, чтобы взаимодействовать с диаспорой, настраивать коммуникации и выстраивать доверие. Понятно, что в конце концов должна вырабатываться политика, но это также дает нам основания для диалога. Как Марина сказала, у меня была возможность внести свой вклад в картирование или инструментарий картирования диаспоры. Это новый инструментарий, который МОМ недавно опубликовал. Какая была мотивация создания такого инструментария? Понятие того, что мы живем в мире, который переполнит данными. И поэтому абсолютно все взаимодействия ежедневные создают новые данные, которые можно использовать для того, чтобы планировать и картировать долгосрочную увлеченность диаспоры. Например, можно сказать, что поиск, который мы ведем в онлайне, новые источники, которые мы погращаем из нашей страны происхождения, могут быть важными отправными точками данных, которые будут говорить об опыте диаспоры. Но парадоксально становится одновременно и сложнее, и легче использовать данные. Почему? Потому что не все данные одинаково хороши или весомы. Нам нужно понять, как отличить хорошие, качественные данные от менее надежных. Нам нужны системы и инструменты для создания надежных, высококачественных данных. Поэтому вот этот инструментарий картирования притворяет в жизнь это видение для того, чтобы использовать разные наборы данных для лучшего картирования диаспоры, более систематичного сбора данных, процедуры вырабатываются, которые помогают нам собирать информацию на протяжении многочисленных периодов времени и на протяжении различных географических районов. Скажем, давайте разобьем это на три компонента. Прежде всего, это помогает нам понять, что можно, чего можно достичь этими данными, какие шаги и процедуры необходимо использовать для того, чтобы это эффективно делать и какие инструменты можно использовать, которые помогут нам создать систематический подход к сбору данных. Один из первых компонентов такого картирования это пошаговое руководство к картированию диаспорой. Что такое пошаговое руководство? Это такой орлиный взгляд на те решения, которые применяются для того, чтобы делать эффективное картирование при сборе всех данных и всего процесса сбора данных. Первый компонент этого руководства помогает пользователям концептуализировать картирование и проводит пользователей по всем шагам или решениям, которые они должны принимать. Это ориентиры или цели первая, вторая, третья, четвертая. Кого нужно изучать? За какой период времени при картировании? Второй компонент этого пошагового руководства более конкретно связан с решениями, которые мы принимаем о том, как мы собираем данные. Например, методология, методика обработки данных по диаспоре помогает нам понять, какая методология наиболее подходящая для того, чтобы собирать данные по диаспоре, учитывая конкретную природу эти диаспоры, то, что мы знаем о ее прошлом и какие доверительные отношения они имеют с людьми, которые с ними работают. Вот это пошаговое руководство помогает пользователям также понимать, какие решения нужно принимать о том, кто изучает диаспору, какие роли компетенции здесь необходимы, например, которые необходимы для работы с информационно-просветительской работой, мобилизации сообществ диаспоры и так далее. И для того, чтобы действительно как бы скоординировать различные аспекты этого картирования и последний компонент этого руководства способствует тому, что пользователь рассматривает, как анализировать данные, какие наиболее эффективные методы и подходы нужно использовать к анализу данных, как использовать информацию, которая была генерирована и передавать ее необходимым заинтересованным сторонам. Второй компонент этого руководства дает конкретные инструменты для пользователей в качестве индикаторов и конкретных вопросов, которыми могут использовать пользователи для того, чтобы создавать такое картирование, для того, чтобы создавать стандартные и надежные данные, которые можно переносить из одной области в другую. Тут две аспекта. Есть, например, ключевой модуль и конкретные специфические модули, связанные с ориентирами. Ключевые модули конкретные касаются вопросов, конкретных вопросов, основные вопросы, которые задаются диаспорой для того, чтобы сделать значимыми картирование диаспоры. Например, как диаспора думает о самой себе, как она себя концептуализирует. Второй компонент связан с конкретными целями. Это модули, связанные с конкретными целями, предоставляет вопросы, индикаторы, которые связаны с разными аспектами. Первая цель – это финансовый капитал и дает примеры вопросов, которые связаны с переводами, филантропическими вкладами, транснациональным бизнесом. Второй модуль касается человеческого капитала, образования, знаний, компетенций, которыми обладает диаспора и которые она может инвестировать в развитие различных инициатив и проектов в стране происхождения или в стране назначения. третий конкретный модуль связан с культурным капиталом, то есть представление диаспоры о том, где она, кому, чему, какой части она принадлежит, какие у нее цели, какая у нее приверженность. И последнее – это индикаторы и вопросы, связанные с социальным капиталом, транснациональными сетями, которые поддерживают диаспоры или не поддерживают. Итак, индикаторы и вопросы дают альтернативы, разные альтернативы пользователям, позволяют им использовать и понимать, как собирать данные, используя качественный и количественный подход. Третий – это инструментарий, который помогает пользователям выбирать между разными металлогиями вопросники, формуляры, опросы или вторичные данные, это большие данные, Google, открытые источники или уже существующие статистические данные, которыми можно тоже заручиться и воспользоваться. И в течение разработки такого инструментария коллеги и я смогли взять интервью у различных заинтересованных лиц, которые заказывали такое картирование. И когда мы обсуждали с ними их опыт на протяжении 20 лет, один из экспертов нам сказал следующее. Диаспора надоела, что о них все время кто-то говорит. Они хотят, чтобы с ними говорили. То есть в чем важность данных? Это дает нам структурированный формат взаимодействия с диаспорой. Как садовники диаспоры мы должны думать о том, какую роль мы должны играть, как лучше создавать среду, в которых будет процветать диаспора. И для меня все это начинается с ответственных данных. Большое спасибо за то, что вы выслушали мою презентацию и с удовольствием буду делиться с вами своими идеями о том, как картировать диаспору. Да, большое спасибо, большое спасибо. Очень замечательное было выступление. Мне очень понравились метафоры сравнение с садоводством. Да, действительно, это образ диаспоры. Мы показываем, насколько сложно работать в этой сфере, потому что диаспоры очень разные, они присутствуют по всему миру. и важно понять, как вы собираете данные так, чтобы эти данные можно было обрабатывать. Большое спасибо, что вы выступили, объявили об этом инструменте, который все мы создавали. Поэтому, пожалуйста, изучайте его. Он очень серьезный, очень большой. И действительно, он опирается на наш давний опыт. и в конце следующее выступление Вартан Марашлян представляет тех, кто был представителем диаспоры, кто теперь вернулся в Армению для того, чтобы продолжить работу с сообществом диаспоры. Фонд Репат Армения. Вартан, замечательно, что вы здесь с нами. Нам очень важно делать полезную работу, делать ту работу, которая приводит к конкретным изменениям. Я уверен, что у вас много информации, много советов можете нам дать. пожалуйста. Большое спасибо. Спасибо. Я хочу показать свой экран, презентацию. На самом деле у меня здесь несколько функций. Я родился в Армении, жил за границей, работал с организацией молодежи, присоединился к министерству по диаспоре и последние 10 лет возглавляю организацию, которая нацелена на физическое перемещение наших соотечественников. фотографии. Это фотография не Армения, это Венеция. Здесь большое католическое сообщество армянское традиционно с 1520 года. У нас очень разнообразная диаспора, наверное, одна из самых старых диаспор. Это армянское, потому что было много волн миграции со средних веков. К сожалению, плохой звук без микрофона выступает господин Марашлян. И диаспора очень старая. Конечно, с удовольствием всей этой информацией я готов поделиться. Что касается данных, есть очень много сложностей. 7 миллионов человек, более сотни стран, новые и традиционные сообщества, религиозные разнообразия. Большинство это армянская церковь, армянский католикоз, но есть разные другие ответвления, есть политические разные традиции, два диалекта, две арфографии. Это очень важно, потому что очень много представителей диаспоры говорит только на английском, французском, испанском, португальском или русском языках. Есть проблемы с коммуникацией. эти люди используют только какой-то один язык. 30 тысяч организаций, сетей, более тысяч школ, 200 церквей, 200 СМИ, но важнейшая проблема в том, что диаспора все более и более децентрализована, и очень все эти организаторы это менее 30% всей диаспоры, то есть взаимодействие с диаспорой это очень большая сложность и армянская идентичность представляет проблему, не только армянская на самом деле. Есть люди, которые имеют несколько таких идентичностей, это новая реальность. И к сожалению, очень много армян в диаспоре, которые никогда и не были в Армении. И мы это небольшая организация, не правительственная организация, 5 человек, небольшой бюджет, 200 тысяч долларов в год, и у нас получается добиваться значительных результатов по созданию сообщества. 12 тысяч членов сообщества, которые репатрианты. стало более важной, поэтому и там хорошие результаты есть. Здесь вы видите фотографии одного нашего форума и представителей армянской диаспоры. что касается работы с диаспорой, очень важно собирать данные, потому что важны не данные, важны люди, об этом нужно помнить. и в целом работа ведется на трех уровнях. Во-первых, это туризм, денежные переводы, благотворительность, это низкий уровень, и как правило, все члены диаспоры в это вовлечены. Участие диаспоры в социальных и бизнес инициативах, продвижение инвестиций, инноваций, это так называемый средний уровень риска, ну и самый высокий уровень взаимодействия это сотрудничество с диаспорой, лоббирование, отстаивание интересов страны, взаимодействие, участие в институционном развитии и физические перемещения ЛЕЦС. И действительно, это очень важно, для всех очень важно, чтобы мы предавили проблему доверия, потому что доверие это важнейший элемент во взаимодействиях диаспоры и государства, поскольку диаспора это очень разнообразный элемент, по-разному воспринимается страна, и необходимо делегировать диаспоры политические и экономические полномочия. очень важно выстраивать отношения с диаспорой правильно, и очень важно создавать правильную стратегию взаимодействия с диаспорой. чем сложнее диаспора, тем сложнее с ней налаживать взаимодействие. Нам необходимо собирать данные, обеспечивать коммуникацию, потому что если у вас нет коммуникации, данные собирать бесполезно. Если вы не объясняете людям, зачем нужны данные, у вас ничего не получится. важно вовлекать людей, а не только собирать данные, и важно оценивать последствия вашей работы. Я постарался проанализировать нашу работу институцией. И вот несколько институционных типов, которые взаимодействуют с диаспорой, и как по-разному можно с ними взаимодействовать. очень важно взаимодействовать с диаспорой и ради того, чтобы создавать доверие. взаимодействие с организациями разных типов. если гос недостаточный потенциал, важно создавать частное партнерство. Если вы хотите взаимодействовать с большим количеством участников, необходимо тоже искать возможности для сотрудничества. В этой фотографии наконец-то есть фотография Армении, столица Армении, гора Рарата. Здесь несколько рекомендаций общего порядка. Отношения государства и диаспоры это дорога с двумя подлазными движениями. важно двигаться навстречу друг другу. То есть вам нужно действительно добиться участия диаспоры в ваших программах. Необходимо, чтобы приоритеты государства и диаспоры соответствовали друг другу. Важно создавать доверие, повышать эмоциональную вовлеченность, слушать друг друга. И наш успех объясняется тем, что получается очень быстро выработать доверие между участниками и получается очень хорошая коммуникация. Мы говорим на разных языках, у нас два диалекта армянского языка, но тем не менее быстро создаются доверия. Очень важно работать с представителями диаспоры для того, чтобы вырабатывать решения. Мы, как представители государства, должны понять, что мы можем дать для диаспоры. диаспоры. То есть, важно с вашей стороны тоже инвестировать для того, чтобы диаспоры вам что-то могло дать. Не думайте, что ваша ситуация уникальна. учитесь у других. И на самом деле все вызовы очень похожие. Очень много есть того, чему можем научиться друг у друга. И всегда старайтесь творчески подходить к проблемам, думать нестандартам. Это важно. И последнее. Это очень важно для тех, чья диаспора только появляется. Поддерживайте ваших эмигрантов сегодня для того, чтобы диаспора была успешной. На этом я остановлюсь. Готов ответить на ваши вопросы. Большое спасибо. Спасибо, Вартан. Действительно, очень такой подробный интересный подход. У вас замечательный опыт. И действительно, я обратил внимание в вашей презентации, что когда вы говорите о данных, мы можем совершенно разное понимать под данными. И когда вы говорите о количестве организаций, количестве школ, это ведь тоже очень важный показатель. И поскольку сама тема настолько сложна, так много разных данных, мне на самом деле очень понравилось то, что вы говорите, нужно работать с диаспорой напрямую, нужно вовлекать их. И особенно в некоторые моменты это является важным, потому что есть первое, есть второе поколение представителей диаспоры, ну, в третьем поколении уже, как правило, люди настолько вливаются в общество, что их связи со стороной происхождения слабеют. У меня есть несколько вопросов, которые я нашла в чате, и конечно, у нас есть проблема, потому что через 7 минут начинается следующая сессия. Давайте, тем не менее, постараемся сделать все возможное для того, чтобы ответить на те вопросы, которые в чате есть. Вартан, не уходите, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы ответили на этот вопрос. Вопрос касается вопроса Цельвины. Когда мы говорим о совместном создании отношения с диаспорой, что вы означаете? Что вы хотите сказать? Совместное создание. Очень важно необходимо чтобы инициатива исходили от государства и от диаспор, потому что если у государства есть какая-то собственная программа, то это неправильно. Важно, чтобы были возможности использовать возможности государства, чтобы вовлекать новых людей. И действительно, по-разному этот процесс может проходить. можно стараться привлекать новых людей, повышать потенциал государственных учреждений, чтобы лучше свои программы развивать. На этом я остановлюсь, потому что мало времени. Да, большое спасибо. Действительно, нужно вместе действовать. Если у вас есть какая-то инициатива, вместо того, чтобы просто сидеть в своем кабинете и думать, нужно немедленно выходить на связь с диаспорой. Действительно. потому что у каждого есть какое-то свое узкое понимание, но очень важно выходить за пределы этой зоны комфорта. И многие не хотят меняться. И действительно, должен быть определенный диалог. Конечно. Спасибо. Тогда давайте используем оставшееся время. Представитель Нигерии Неватам поднял руку. У нас есть вопросы в чате, но вы хотите что-то сказать. Вы можете включить микрофон и включить камеру, если у вас есть вопросы или комментарии. У меня комментарии. Хотела дополнить то, что было уже сказано, что касается важности данных. Потому что на это мы опираемся в данные. Помогают нам определить, что есть 17 миллионов представителей диаспоры. И благодаря данным мы можем улучшать нашу политику. Например, денежные переводы принимаются в той валюте, в которой их посылают. благодаря тому, что мы знаем об этом. Кроме того, создаются инвестиционные фонды. Если у нас все это возможно, если у нас есть данные. Да, я знаю, что у нас времени мало, но я хотел об этом сказать. Очень важно взаимодействовать друг с другом. У нас мало времени, я хотел об этом сказать. Да, очень важно, что вы захотели об этом сказать. У Нигерии есть хороший опыт, у нас очень насыщенная программа, это первый день. Конечно, было бы хорошо, чтобы времени было много. Наверное, только эту тему можно обсуждать целый день. Мы постарались как-то учесть опыт каждой из наших стран. И действительно замечательно, что в вашей стране серьезно к этому относятся. Замечательно, да. У меня всего две минуты и большой список вопросов. Хотела просто обратить на них внимание. Нам задавали вопросы о конкретных примерах о человеческом культурном капитале. И действительно, нужно посмотреть на этот инструмент, потому что там есть целый раздел, который подробно объясняет человеческий капитал, какие-то общие вопросы. Все это очень важны. Роль академических исследований, насколько это важно, какой есть у этого потенциал. Я, конечно, бы хотел ответить на каждый из этих вопросов. К сожалению, я был очень плохим модератором, у нас нет времени. И мы постараемся всеми этими слайдами поделиться. Да, замечательная идея. Ну что ж, наверное, все, что мы можем сделать, потому что мы должны заканчивать строго вовремя. Большое спасибо всем. Спасибо нашим соорганизаторам, представителям Армении и Черногории. Спасибо всем, кто был с нами здесь сегодня. И хочу вас пригласить на все другие сессии, которые начинаются прямо сейчас по филантропии, по разнообразию. Это все может быть очень интересно, если вас интересует культурный и социальный капитал. Большое спасибо. Спасибо всем. К сожалению, я не могу дать каждому возможность высказаться. Спасибо всем, кто выступал. Спасибо переводчикам. Желаю всем успешного конца недели, успешного саммита и надеемся скоро встретиться с вами. Желаю вам всего самого лучшего и давайте не будем терять связи друг с другом. Всем спасибо. спасибо. Спасибо, мои коллеги. Спасибо. Продолжение следует...